Снег растаял, устоялась теплая сухая погода, а значит наступил весенне-летний пожароопасный период. Как правило, он длится до конца сентября и характеризуется увеличением количества пожаров, в том числе на дачах, в частных жилых домах и на открытых территориях. Горит сухая трава, мусор. В особой зоне риска оказываются объекты, находящиеся на границе с лесом. В целях снижения риска возникновения пожаров на территории Самарской области введен особый противопожарный режим. Что это значит? Какие ограничения распространяются на граждан в этот период? В каком случае, разведение костра может обернуться штрафом в миллион рублей? Об этом мы поговорим сегодня и мой собеседник, старший инспектор отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы по городу Самара ГОМЧС России Евгений Бадыгов. Евгений Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Что же это значит, введение особого противопожарного режима? Какими нормативными актами он регулируется и о каких конкретно сроках все-таки речь идет? Особый противопожарный режим, он регламентируется федеральным законом о пожарной безопасности номер 69 ФЗ. И также его положение действует на основе правил противопожарного режима в Российской Федерации, удвержденном постановлением правительства Российской Федерации номер 1479. Вводится в связи с тем, что традиционно в весеннее время устаивается теплая ветреная погода, сохнет земля, сохнет трава, граждане начинают уборку территорий, складирование мусора. Все это приводит к возникновению рисков, возникновению пожаров. Поэтому вводится этот особый противопожарный режим. И это длится с 15? С 15 апреля по 15 октября вводится особый противопожарный режим. Скажите, какие меры будут приняты для обеспечения пожарной безопасности в этот пожароопасный период и какими службами? В зависимости от установления на определенных территориях пожарной опасности определенного класса будет введен запрет на посещение лесов гражданами, на въезд автомобилей либо какой-либо другой техники на территорию леса, а также проведение каких-либо работ на территории леса. Также будет введен запрет на разведение костров, сжигание мусора и использование открытого огня в каких-либо других целях. Можно предположить, что запланированы и рейды какие-то, и особенно под особым вниманием, наверное, будут садово-дачные товарищества. Как правило, в весенний период нашими сотрудниками, сотрудниками отдела надзорной деятельности проводятся контрольные надзорные мероприятия, профилактические мероприятия, как раз на территориях садовых, дачных, огороднических товариществ. И на территориях частных домовладений профилактическая работа проводится. До граждан доводятся основные требования пожарной безопасности, указываются на те требования, которые они обязаны исполнять, чтобы избежать возникновения пожаров. А также в рамках проверки садовых и дачных товариществ мы, конечно же, проверяем и захламленность территории, и очистку территории, и состояние проездов, подъездов к зданиям, сооружениям. В том числе смотрим, конечно, и противопожарный водопровод, каким образом организован. Давайте посмотрим. Наши корреспонденты подготовили сюжет о том, как сотрудники МЧС работают на территории одного из садовых товариществ. Я предлагаю посмотреть этот материал. Предотвратить пожар гораздо проще, чем его потушить. Сотрудники МЧС спешат напомнить дачникам о правилах пожарной безопасности. Сегодня они работают на территории садового товарищества. На первом участке гостей встречает Михаил Нужных. Говорит, ему бояться нечего. Сухие ветки вывозят на свалку. А если оперативно провести уборку не получается, то для садовых отходов мужчина подготовил временное укрытие. Если складируете мусор, то старайтесь его как-то обезопасить, присыпать или яму специально выгребную. Ну, чтобы не было такого открытого. Огня не получилось. Мало ли кто вот так вот, какое безобразие может быть. Правильно? Бросить человек спичку или окурок. В середину апреля на территории Самарской области введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до середины октября. В этот период на садовых участках запрещено не только разводить костры, но и выжигать сухостой. Сейчас уже можно сделать вывод, когда мы прошли по одному садово-дачественному товариществу о том, что граждане соблюдают эти требования. Мусор как такового не задерживается на участках. Если он скапливается, то они сразу вывозят его. Фактов сжигания мусора мы не обнаружили. Эксперты поясняют, ветки и остатки травы быстро воспламеняются. Огонь распространяется молниеносно, особенно в ветреную погоду. Поэтому важно, чтобы у дачников был огнетушитель или хотя бы стратегический запас воды. К профилактической работе подключаются и председатели садовых товариществ. Сергей Зорькин проводит собрание осенью и весной. Говорит, напомнить о простых правилах безопасности лишним не будет. Специалисты предупреждают, тех, кто нарушает противопожарный режим, накажут рублем. Сумма штрафа для физических лиц варьируется от 15 до 20 тысяч рублей. Для юридических она на порядок больше. Насколько важно участие руководителей дачных товариществ в работе по противопожарной безопасности? Это можно сказать, что это основные лица, которые после, наверное, сотрудников органов местного самоуправления, которые организуют именно работу по обеспечению пожарной безопасности своего дачного садового товарищества. Поэтому как бы даже с участием сотрудников ежегодно проводятся собрания жителей садовых дачных товариществ. Выступает председатель садового товарищества, приглашенный инспектор, который доводит основные нарушения, выявленные в ходе проверок, либо в ходе профилактических мероприятий. Устанавливаются сроки предписаниями, в какие сроки должны быть устранены эти нарушения. И председатель товарищества, он под роспись собирает со всех ознакомления с инструктажом о пожарной безопасности граждан. Тем самым нам правила говорят о том, что именно собственники участков, собственники земельных участков, либо распорядители этих участков несут персональную ответственность за какую-либо безопасность, в том числе и пожарную на своем участке. А всегда ли руководители этих товариществ охотно идут на сотрудничество вот в этой работе? Как правило, всегда, потому что они в первую очередь сами заинтересованы в безопасности. Им нравится с нами сотрудничать, потому что мы им рассказываем основные эти требования, помогаемые в работе. Поэтому я не вижу смысла, и они не видят смысла нам как-то мешать проведению нашей работы. Вот поэтому совсем... Ну, от них требуется не только мешать, но не мешать, точнее, а помогать. Вот во время того рейда, который мы с вами посмотрели только что, фактов сжигания мусора работники МЧС не обнаружили. Но всегда ли вот с такими результатами заканчиваются ваши рейды? К сожалению, конечно, не всегда. Взять прошлый год, по результатам таких рейдов было выявлено множество нарушений. Конечно, сжигают мусор. Было привлечено 29 лиц к административной ответственности. Из них 12 штрафов было вынесено на общую сумму 175 тысяч рублей. Об этом давайте поговорим чуть позже. Сейчас все-таки, коль скоро у нас разговор зашел о сжигании сухой травы, это тоже важная тема. Потому что ведь и сухая трава, и валежник, и порубочные остатки, мусор, в том числе горючий, да, это все всегда есть в хозяйстве. Конечно. Особенно в начале дачного сезона, вот что сейчас мы видим. Если нельзя сжигать, нельзя по закону, как от этого всего можно избавиться, не приступая к закону? Как раз вот постановление правительства Самарской области о введении особого противопожарного режима. Поставлена задача администрации, органам местного самоуправления, чтобы организовать площадки для складирования мусора и в том числе по вывозу этого мусора. Вот. Поэтому... То есть речь идет именно о сухой траве, о ветках, о каком-то вот таком мусоре? Ну, не только. Любые горючие материалы, которые будут... Люди же убираются на своих участках, там же не только листья, мусор и все остальное. Снег растаял, а под снегом различные мусоры, горючие предметы различные. И все. Вот. Поэтому органы местного самоуправления именно должны сделать эти площадки и организовать вывоз этого мусора. Только таким образом. Либо сами граждане собирают мусор в мешки, либо куда-либо. И вывозят с участка. И вывозят тоже на полигоны для переработки мусора, либо на какие-то официальные свалки. Понятно с этим. Приближаются майские праздники. Это всегда массовый выезд людей за город. Куда-то, в места отдыха, на природу. Ну, как тут обойтись без костра, без шашлыков? Мы сейчас уже слышим все эти разговоры. Предусмотрены ли допустимые места и способы разведения костров и использования мангалов? Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, о которых я говорил, приложением 4 предусмотрен целый раздел о правильном порядке разведения костров, как это должно выглядеть, какие расстояния должны соблюдаться от зданий и сооружений, какие предметы можно использовать, в том числе емкости, железные бочки, либо какие-либо другие емкости, каким образом должен быть организован сам костер, какие расстояния тоже должны быть соблюдаться, на каком углублении должен быть костер размещаться. Мы сейчас говорим о разведении костра на какой территории? Здесь сразу можно оговориться о том, что вот именно введение особого противопожарного режима, оно запрещает разведение костров. Вообще? Вообще. Но правилами противопожарного режима предусмотрен определенный порядок, который при невведенном особом противопожарном режиме разрешает нам разведение костров. Здесь говорится о частных каких-либо территориях, пусть это будет частное домовладение, либо огородничество на огороде, допустим. В мангалах, как можно разжигать тоже какие-либо расстояния. В мангале можно, но все равно существуют ограничения и четкие прописанные правила. В постановлении говорится об использовании открытого огня. При использовании мангала не всегда применяется открытый огонь. Люди применяют уголь, который не является открытым огнем, а средство для приготовления пищи, так называемое. Но при этом виде пожароопасных работ, так назовем их, также должны соблюдаться определенные правила. Категорически запрещено разводить костры, либо пользоваться мангалами в ветреную погоду, на неочищенном каком-либо участке, где может возникнуть пожар от любого уголька, вылетевшего с мангала. Также на близких расстояниях от зданий, сооружений. И также нельзя рядом с источником огня, либо источником приготовления пищи, оставлять горючие жидкости, горючие вещества какие-либо. Все, это мы услышали, это очень важно. Какова ответственность за введение, все-таки за разведение костров и нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима, о котором мы сегодня говорим, и какие штрафы предусмотрены за это? Самый основной распространенный вид ответственности – это административная ответственность, которая предусмотрена кодексом об административных правонарушениях. В частности, статья 20.4 предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. При введении особого противопожарного режима штрафы увеличиваются, поэтому, скажем так, что наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц от 30 до 60 тысяч, на индивидуальных предпринимателей от 60 до 80, на юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. Если нарушение требований пожарной безопасности повлегло причинение какого-либо ущерба, либо уничтожения имущества чужого, либо причинение легкого, либо средней тяжести здоровья граждан, то здесь уже на граждан может быть 40-50 тысяч рублей, на должностных лиц 80-100 тысяч рублей, на предпринимателей от 90 до 110 тысяч рублей, или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток, а на юридических лиц от 700 до 800 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 30 суток. Если возникновение пожара причинило тяжкий вред здоровью или смерть человека, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Также предусмотрена уголовная ответственность... Да, наверное, есть случаи, когда уже штрафом не отделаться. Да, такая ответственность тоже предусмотрена. К примеру, частью второй статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога или взрыва или иным общественно опасным, либо повлекшим по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия». Здесь уже наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Также есть статья 168 Уголовного кодекса «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности». Здесь уже наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей, до 480 часов исправительных работ, либо работами на срок до двух лет. Либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. Это уже серьезно. Это уже серьезно, это уголовная ответственность, она чаще всего приводит к лишению свободы. Да, конечно. Вот теперь давайте все-таки обратимся к вашей статистике, к вашим цифрам, которые вы уже начали озвучивать. Повторите, на какую сумму оштрафовали нарушители в 2023 году? Всего в 2023 году именно сотрудникам Государственного пожарного надзора было вынесено 29 постановлений о привлечении к административной ответственности, в том числе одно должностное лицо было привлечено. Из этих 29 постановлений было 13 штрафов и остальные были предупреждения. Общая сумма вынесенных постановлений, штрафов была 175 тысяч рублей, самый большой из них 40 тысяч рублей, как раз о чем мы сейчас говорили, в результате неосторожного обращения с огнем. Расскажите поподробнее. Да, требования пожарной безопасности при использовании как раз мангала для приготовления пищи. На даче? Это частное домовладение было в частном секторе города в очень сильно ветреную погоду, жарили шашлык, и огонь распространился на ближайшие постройки. Сначала этого же участка, потом распространился еще на три участка. И, к сожалению, в такую погоду очень сложно быстро потушить пожар. Он очень быстро распространяется и приобретает неконтролируемый характер. Поэтому сотрудниками Федеральной противопожарной службы, конечно, были приняты все меры. Много единиц техники принимало участие в тушении, много личного состава было задействовано. Но, к сожалению, три домовладения полностью выгорели. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Но здесь вот уже в ходе... Ну, последствия очень серьезные, конечно. В ходе расследования уже этого пожара лицо было привлечено к административной ответственности. Человек заплатил 40 тысяч штрафа. Да, ну, к тому же еще и решился, да. Да, в масштабах вот этого бедствия произошедшего, это, конечно, небольшие деньги. Он потерял дом и еще соседи. Да, виновного еще ждет не только штраф, а еще, скорее всего, и судебное разбирательство. Выплаты какие-то, там иски, наверное, будут? Скорее всего, да. Пострадавшие же все равно будут обращаться в суд. Да, и это счастье, что никто не пострадал физически, никто не погиб. Таких примеров, к сожалению, много. То есть это не единичные случаи. Это не единичные примеры. Они все очень похожи, эти примеры. То же самое может быть из-за неосторожного обращения с огнем, допустим, при использовании каких-либо технических средств. Та же самая болгарка. Пилить болгаркой и летят искры. Сухая трава загорается. Тоже очень распространенная причина. Либо детская шалость с огнем. Да, я вот одеть как раз хотела. Ведь часто играют с огнем, поджигают, особенно пух. Это будет, правда, не скоро. Но мы не успеем оглянуться. Сейчас он уже полетит. Есть у нас части города, где тополей очень много. И в этом тополиным пухе деревянные постройки, например, тонут. А детям очень интересно поджигать пух. Ну да, как он горит красиво. Как он красиво горит. Да зачастую и взрослым это интересно. Даже взрослые этим промышляют. Вот эта шалость детская часто становится причиной пожаров? Такое случается? К сожалению, часто происходят эти пожары. Не так часто, как по остальным причинам. Но они происходят. Горят машины, горят гаражи. И горят жилые дома деревянные постройки. Если причиной пожара стала вот такая детская шалость, то есть кто несет за это ответственность впоследствии? Если удастся установить именно то лицо, которое совершило, если это будет ребенок, конечно же, родители понесут за это ответственность определенную. Если ребенок достиг возраста привлечения к административной ответственности, он будет сам нести уже эту ответственность. Поэтому, ну, как правило, родители несут за своих детей ответственность. И хотелось бы сказать, чтобы родители тоже принимали участие в воспитании именно безопасности детей. Да, и вот сейчас самое время предупредить уже об этом. Да, чтобы родители доводили к какой-нибудь, может быть, игровой форме, показам мультфильмов различных очень много, что как правило обращаться с огнем, что можно делать с огнем, что нельзя делать с огнем. Когда огонь для людей враг, когда он для людей становится другом. Поэтому именно с детьми нам нужно работать. Вот о работе с детьми. Я знаю, что проводится с сотрудниками Государственного пожарного надзора в целях профилактики возникновения пожаров в городе и за его пределами работа определенная. И мне интересно услышать, как работают с подростками в профилактических целях. В образовательных учреждениях города принимается участие в уроках безопасности. Они у нас довольно часто происходят. Как правило, приурочены к различным праздникам, ко дню пожарной охраны, ко дню гражданской обороны и так далее. Мы стараемся за календарный год обойти все учреждения, в том числе и дошкольные учреждения, где мы принимаем участие именно в этих уроках безопасности, где рассказываем горькие примеры детям о том, к чему может привести детская шалость с огнем. Совсем маленьким детишкам в детских садах проводим игры. Они для нас готовят различные спектакли, в том числе и «Кошкин дом», к примеру, очень интересные они готовят. Как раз в процессе приготовления, репетиции, они запоминают все это, как пользоваться огнетушителем, что нельзя играться с огнем, к чему все это приводит. Здесь нам помогают, конечно, воспитатели и учителя. Детских садов и школ, которые организуют эту работу. А мы уже как бы своим примером, своей красивой формой показываем им, что так делать нельзя. Наблюдаются пока еще факты, когда возле дачного городка товарищества годами существует стихийно образованная мусорная свалка, находящаяся практически на территории соседнего леска, лесополосы, ну вот на такой территории. Понятно, что это очень большие риски. Меня интересует, что если пожар начнется именно на этой территории, кто будет нести за это ответственность? Ну, в ходе расследования, дознания по пожару, в первую очередь выясняется собственник, кто собственник этого участка. Ведь согласно правилам противопожарного режима, все собственники, кто бы это ни был, юридические лица, граждане, распорядители этого имущества несут персональную ответственность, в том числе и за пожарную безопасность. Также в ходе дознания будет выяснена причина, почему туда складируется этот мусор, причина именно возникновения пожара, из-за чего же он произошел. Если это поджог, то здесь за складирование мусора будет одна ответственность, за поджог совершенно другая ответственность. Но, как правило, наша работа заключается в том, чтобы не допустить этих пожаров. Профилактика. Профилактика, предупреждение пожаров, да. Поэтому в рамках профилактики, нами объявляются предостережения о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности. Как только выявляется факт, либо от граждан поступают какие-либо обращения, либо из СМИ поступают обращения, сразу же проводится проверка и объявляются предостережения. В предостережении, как правило, есть срок устранения этого нарушения. И если этот срок не устраняется, тогда будут применены какие-либо другие рычаги административного воздействия. Именно на ответственного за эту территорию. В том числе в отношении администрации городского округа Самара проводится внеплановая выездная проверка. Все нарушения, требования, которые будут выявлены, будут предписаны предписанием с указанием определенных сроков и к устранению администрации города. Вот однажды в правилах пожарной безопасности в лесах я прочитала, что граждане при пребывании в лесах обязаны принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Но понятно, что не со всяким пожаром, конечно, справишься самостоятельно. Что, если гражданин покинет это место, во-первых? Во-вторых, на самом деле, какие существуют правила предписания, как вести себя должен человек, если он оказался вот в месте возгорания? В первую очередь, конечно же, гражданин должен сообщить либо в органы местного сундуправления, либо в подразделения ближайшей пожарной охраны. Если гражданин в силах принять какие-либо меры от себя для тушения какого-либо небольшого очага возгорания без риска для собственного здоровья, либо жизни, то он обязан это сделать. Затоптать, как-то каким-то присыпать землей, засыпать землей. Но в любом случае вызвать в подразделения пожарной охраны необходимо. Потому что может быть один очаг пожара, может быть несколько очагов пожара. Поэтому граждане, если они могут от себя какие-то меры принять, то они обязаны это сделать. Рекомендовано в своих частных хозяйствах, на дачах, иметь какие-то средства тушения огня. Это обязанность или рекомендация? Как раз вот можем поговорить об обеспечении собственного хозяйства, собственного дома пожарной безопасности. Но это в первую очередь, еще раз повторюсь, ответственность каждого гражданина. Если вы хотите сохранить свое имущество, если риски высоки возникновения пожаров, в первую очередь, эта емкость с водой должна быть на садовом, дачном, товарищи. И лучше не одна? Лучше не одна, лучше побольше. Либо если есть какое-либо водоснабжение постоянное, шланги обычные с водой, чтобы можно было включить и тушить. Приобретите огнетушители. Самые простые, элементарные огнетушители. И оборудуйте свой дачный дом, либо частный дом, автономными пожарными извещателями. Это небольшой прибор, который продается в специализированных магазинах, либо продается на маркетплейсах, который работает от батареек, издает громкий звук, реагирует на дым. То есть устанавливаете его... Установка тоже очень проста. Можете просто положить его на стол, он реагирует на дым, как наш нос. Он учуял дым, он начинает издавать громкий звук. Недорогое вложение, которое может защитить... В районе 2000 рублей вместе с огнетушителем этот набор будет стоить. Один извещатель, один огнетушитель. Зато он может спасти жизнь, имущество от пожара. То есть каким образом он может спасти? Он может предупредить, а первичные меры пожаротушения уже с огнетушителем гражданина может принять сам. Это очень полезная рекомендация, прозвучала от вас в финале нашей программы, потому что время ее подошло к концу. Евгений Олегович, я благодарю вас за полезный разговор. Напомню, сегодня гостем в студии был старший инспектор отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы по городу Самара ГОМЧС России по Самарской области Евгений Бадыгов. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова